Так, друзья, покидаем нашу эту гору, на которую, к сожалению, не удалось забраться. Тейдер называется. Это вулканическая гора, самая высокая гора в Испании. Тут самое интересное в том, что, оказывается, они до самого конца и не довозят. То есть даже если бы этот фуникулер, на который мы должны были поехать, довез бы нас наверх, то сам вулкан мы все равно бы не увидели. То есть это не очень прикольно оказалось. Вот я-то думал, что он как-то таким образом подвозит, что ты видишь именно сам кратер вулкана. Но получается, что это не так. Вот такие вот вещи здесь. Вот это тоже очень интересная горка, такой холмик торчит. Отличается от других цветов. И какая-то тропинка туда идет. Люди туда тоже поднимаются. Выглядит интересно. Сейчас сказали, что покажут там какие-то красивые места. Не знаем, что покажут. Самое интересное, друзья, это облом тем людям, которые хотели... Допустим, мы вот сейчас взяли эти экскурсии вот эту за 10 евро. Ну, по 10 евро. Другие, они берут такие экскурсии по 40-50 евро, чтобы приехать и посмотреть, подняться на этом фуникулёре наверх. И точно так же они обламываются. Потому что практически каждый день здесь дует ветер. И точно сказать, будет сегодня подъем на фуникулёре или не будет этого подъема, невозможно. То есть в любой момент он может быть, в любой момент он может не быть. Ветер здесь дует всегда. И даже маленький ветер, такой небольшой ветер дует. Это значит уже, что он не работает, то есть подниматься невозможно. Но ветер, я так понимаю, что здесь такой прерывистый, периодами идет. То есть, допустим, мы там стояли, он был спокойный, как бы чуть-чуть, но потом раз, вес резко так дует, такой порыв такой идет. Потом опять, минут пять, опять такой спокойный, и снова порыв идет. Такие вот дела здесь происходят. Ну, несмотря на все это, в общем, все здесь красиво, замечательно, прекрасно. И сам остров лично мне очень сильно понравился, нравится. И также понравился и со стороны туристической стороны, то есть города эти Лос-Крастианос, Лас-Америкас, там еще пара очень красивых мест. Также и со стороны просто природы, то есть есть куда пойти, куда съездить, что посмотреть, если ты путешествуешь. Потому что не просто там буквально заехал на неделю, там турпакет какой-нибудь, тебя зарядили, в автобус посадили, вот как я сейчас, в данный момент еду. А именно спокойно, как можно было здесь жить, как мы здесь еще живем, на этом острове. То есть куда хотим едем, куда хотим едем, в таком легком, свободном режиме. Вот, поэтому есть что посмотреть. Да, а здесь тоже сутки сетки. Здесь сутки сетки. Если я смотрю на высоту, то можно увидеть лаваформацию, которая немного ровная, внизу в ботанке. По стене, можно сказать, сейчас ровно, на высоту. Вот это на высоту сетки, что означает «Гудсфингер». Это называется «Палец Бога». Мы сейчас остановимся здесь. А, мы проедем тебя, отлично. Красивые места нам покажут, и то неплохо. И вот здесь, как говорится, есть учителя, это тоже. Это «Рок» и «Дегарсио». «Рок» и «Дегарсио». «Рок» это «Палец». «Рок» это «Скал». А «Бок». «Скал». А, это вообще называется «Рок» и «Дегарсио». «Рок» и «Дегарсио». В общем, на 20 минут. На 20 минут, да. Ну что ж, посмотрим, что на 20 минут у нас тут. Мы сессиям просто уходим в районе, чтобы вы сетыре вниз. Снабд? Снабд, срочно откуда. Вот такие дела. Я думал, меня унесёт вместе с этим, вместе с этой кепкой, когда я вниз за ней спустился. Потому что, во-первых, ветер. Но хотя ветер там такого не было больше, был сам спуск просто неудобный был. И гравий этот скользил полностью. Полностью ботинки забились этими камнями, гравиями, песком, но оказалось так, что кепка недалеко улетела, и благодаря этому не пришлось слишком там карабкаться быстренько, раз-раз, и все. Вот, вернул ее обратно. Может, встать, что ли, хочешь на место, или что, мутит, 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 мутит. Что? Легушь. Легушь. Вон она наша, это скала, на которой сегодня подъема нет. Вот, я не знаю, до какого места идет фуникулер. Сейчас мы это узнаем. Он идет вон. Вот она, высшая точка. Я так понимаю, вон он идет туда. Да, вот там, видишь, карантер сверху. Да, 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 вон. Туда мы не забираемся. Ну, естественно, да, на кратер. Видишь, там маленький домик справа. Да, 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 вот я. Туда они его подвозят. Да, да, да. А на вот этот... Ну, естественно, да. Туда дальше просто уже, где кратер сам, они не подвозят. Это как бы... Массия. Я так думаю, что естественно. Хотя, в принципе, можно было бы проложить вот этот фуникулер туда. Было бы еще круче. И цену набавить. Можно было бы просто через него проложить. Тогда едешь такой, смотришь вниз. Да. Ну, и обратной стороне... Ну, это был бы идеальный вариант, если бы они через него проложили так сверху. Ну, а что спокойно, если сделать такие палки побольше. Ну, хотя их можно сдуть тогда, наверное. Ну, да, это не очень легко. Не так легко, как кажется. Вот он сам, кратер. То есть из него выходит пар. Уходит, серьезно? Это облака. А, нет, это облака сзади. Да, это облака. А, да. Они так как-то плывут. Интересно. Да, в общем, друзья, вот до этого места доехать снизу стоит 25 евро. Приезжайте вот сюда. Приезжайте, где мы только что отъехали сейчас. Самое интересное, что в основном дело цены в одну сторону написано 12.50. Но только не совсем понятно, что значит в одну сторону. То есть ты, получается, обратно можешь сам спуститься или ты все равно должен подбилет. Это странно. Но мне кажется, что ты можешь спуститься сам. Не все же на этом фуникулере ездят. Просто там прикол в том, что ты до этого фуникулера, точнее до этой штуки, можно... А туда уже, где вулкан, туда уже нужно разрешение. Туда уже нельзя подниматься просто так, понимаешь? То есть до этого места до фуникулера ты можешь. Поэтому и билеты продаются туда-обратно. Просто плохо то, что здесь нет автобусов, которые сюда ходят. Надо обязательно заказывать этот тур, получается. Опять слушать про эту шерсть, которую я уже наизусть выучил, всю эту презентацию. И чтобы посмотреть, ну или же заплатить 40 евро. То есть такая вот, немного своеобразная. Ну правда, еще можно автомобиль ссать, но, к сожалению, у нас сейчас прав нет. Вот. Можно на велосипедах без прав. Да, на велосипедах мы сюда доедем через 40 дней без воды, 40 дней без воды. Вот идет караван. Как тогда мы в пустыне жили, вот так же будем ходить на велосипедах. Куртку берем, потому что там будут все одеты. Возьмем куртку. Идет караван. Тут красиво эти камни. Это, не камни, лава. Лава, да? Какой у меня лава. Идет караван. Идет караван. И везет караван. 40 дней без воды. 40 дней без воды. Но упрямо идет караван. Намас. Так, друзья. Что ж, пройдемся по нашим достопримечательностям. Посмотрим, что у нас тут к чему. Если получится. Все, вернемся. И не просто так вот. Если получится. Именно, чтобы можно было в одну сторону забраться. Допустим, наверх на этом фуникулере поедем. А обратно спустимся пешком. Или же наоборот. Вверх пойдем. Потому что здесь очень много чего есть смотреть и куда ездить. Поэтому не всегда получается возвращаться. Откуда уже отъехал, откуда уже отошел. Блядь! Дует ветра. Дует ветра. Так, что у нас тут за зрелище впереди. Здесь, кстати, снимали планеты обезьян. В этих местах. Хорошее место. В лесу много таких фильмов исторических. Какой ветер сегодня. Да, сегодня на самом деле этот фуникулер не может работать. Если здесь внизу так дует, то я представляю, что там наверху. На кепку надо держать. Пойдем. Мне камень в голову попал. Да? Да. Я думаю, наверх какой-нибудь кирпич положить себе на голову. Вместо на кепку сверху. И моментом приклеить юб. Понимаешь? Да? Оооо, какая красота. Вон там, видишь, спускаться. Да? Ага. Да, да, да. Серьезно. Вот тут красота. Лепота. Сейчас, секунду. Так, пойдем туда, вверх, друзья. Ха-ха-ха. Пойдем наверх. Ага. О, где? Ага. Да, тут реально площадка для съемок. Здесь можно снимать. Друзья, в моем фильме нужны актеры. Так что, если вы хотите сниматься в самом лучшем, в самом прекрасном фильме, пока я сценарий еще не придумал, если у вас, кстати, есть сценарий, тоже мне пишите. Пойдем. Возможно, мы вместе придумаем. Как актеры нужны, так и сценаристы нужны, и режиссеры нужны, и операторы нужны. Все, в общем, нужны. Один из словом, полный комплект для съемки прекрасного, замечательного фильма. Декорации, обстановку, костюмы, все это уже второстепенно. То есть, средства, это уже второстепенная вещь. Это все найдем. Главное желание. И замки, или дом, желание. Чтобы было. Вот. Так, пока. Все. Смотрите, Анзортовы. Двигаемся. У-у-у. Да. Видите, как тяжелый неказист этот путь. Смотрите, Анзортовы. Ооо, какая здесь красота. Какая здесь красота.